Ребята, мы вам обещали масштабный видеоролик на 100 тысяч подписчиков. И я вам дам небольшой спойлер, он будет связан вот с такими вот гигантскими ножами мачете. Если вы действительно ждёте этот выпуск, дайте нам знать, нажав на кнопочку лайка под этим видеороликом. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить этот масштабный видеоролик. Ведь он выйдет очень-очень скоро. Приятного просмотра! Всем здорово, чуваки! Сегодняшний ролик будет связан с очень необычной идеей. Она будет связана с лапочками. И сразу хочу сказать, что эту идею мы посмотрели на канале Life Today. Там заполняли вот такие вот лампочки обыкновенной водой. Но мы решили пойти чуть-чуть дальше и взять какие-нибудь необычные жидкости и залить их в лампочки. Что, если мы зальём туда колу? Или, например, жидкое мыло, переополаскиватель для рта, а также антисептик и подсолнечное масло. Вот мне лично очень интересно узнать, что произойдёт с лампочкой, если мы туда зальём, например, жидкое мыло. Или, например, что, если взять антисептик? Он же содержит спирт. Вдруг лампочка рванёт. Ну а как думаете вы, с какой из этих жидкостью что может произойти в лампочке? Напишите свои предположения в комментариях, нам будет очень интересно почитать. Но для того, чтобы лампочка находилась не в таком положении, а вот в таком, иначе мы просто не заполним её жидкостью, нам нужно сделать конструкцию. И сделаем мы её из такого бруска. Ну что, ребята, наша конструкция готова. Она похожа на какую-то форточку, и мы уже установили сюда цоколь. Лампочку, наполненную жидкостью, мы будем вкручивать в таком положении, включать её и смотреть, что будет происходить. Но вы, наверное, задались вопросом, как вы будете заливать сюда жидкость? Всё не так-то просто, ребят. На канале Life Today ребята делали отверстие в лампочке сбоку при помощи вот такого вот специального сверла по кафелю. Давайте попробуем сделать так же. Главное, не забываем про технику безопасности. Надеваем маску для того, чтобы никакой осколок не попал нам в глаза. Устанавливаем сверло в патрон. И теперь аккуратненько сверлим отверстие. Я не знаю, как они это сделали, но явно этот способ какой-то нерабочий. Но, слава богу, мы запасливые парни. И у нас всегда есть план Б. Это вот такой вот гравёр. Или, как говорят по-другому, мини-дрель. Самая главная физка в том, что здесь есть фреза с алмазным напылением. А это значит то, что мы с лёгкостью должны разрезать стекло. Давайте возьмём лампочку и попробуем. Подрубаем гравёр. Берём новую лампочку. Теперь рубаем мини-дрель на максимум. Теперь сверлим. Ну что, ребят, мы получили идеальное отверстие в лампочке, в которую мы будем заливать жидкости. А делать мы это будем при помощи такого шприца, который с лёгкостью входит в это отверстие. Ну, одна лампочка у нас готова. Давайте сделаем остальные. Готово. Ну что, ребят, конструкция есть, лампочки готовы. Осталось наливать только жидкость в наши лампочки. И первой будет кока-кола. Отпеваем, заливаем. Мы наливаем жидкости в стакан для того, чтобы при помощи шприца её с лёгкостью вливать в лампочку. Но для начала вкручиваем лампочку. Набираем шприц в колу. Надо это делать медленно, иначе появится много пузырей. А теперь впрыскиваем это в лампочку. По-моему, готово. А перед тем, как начать эксперимент, хочу вам сказать, чтобы вы ни в коем случае не повторяли то, что мы делаем. Это может быть опасно, потому что электричество, это вам не шутки. Но она можно. Мы к этому хорошо подготовились. Погнали. Ну что, ребята, осталось только включить. А делать я это буду при помощи вилки и розетки вот так вот. Давайте начинать. Посмотрим, что станет с колой. Она же газированная. Очень интересно. Так, ну что, готовы? Раз. Два. Три. Газированная лампочка Кока-Колы. Блин, ребят, она так долго горела, либо мне показалось. Она просто пенилась очень сильно. И такое ощущение, как будто она постоянно вот так вот это все выпенивала. И как будто пока не испарилась, она бы не перестала гореть. Но это было очень прикольно. Так, ну что, ребят, я думаю, стоит заливать другую жидкость, а эту лампочку снимать. А, она даже не теплая, кстати. Давайте возьмем жидкое мыло. Так, ну что, ребята, вот оно жидкое мыло. Как вы думаете, что с ним произойдет? Это же не Кока-Кола, не какая-то вода. Здесь куча всяких примесей. И оно похоже на гель. Вдруг она будет гореть, эта лампочка. Просто спокойно возьмет и засветится. Вот хрен его знает. Давайте зальем и посмотрим. Тем более она такого офигенного красивого цвета. Вы только посмотрите, она прям ядерно такого розового. Офигеть. Мне кажется, это будет сейчас очень красиво. Смотрите. Офигеть, она блестящая прям. Но это реально гель? Это какая-то сгущенка, типа, еще типа того. Снова устанавливаем новую лампочку. Набираем шприц жидкое мыло. И заливаем лампочку. Есть. Готовы. Только гляньте, какая красивая лампочка. Офигеть. Ну что, лампочка готова. Я тоже готов. Можно включать жидкое мыло. Раз. Два. Три. Охо-хо-хо-хо-хо. Она явно горела дольше, чем в Кока-Коле. И там куча пузырей прямо около металла появилась. Я уже думал, она так и будет. Прям долго вот так вот, короче, гореть. Но в какой-то момент все-таки она перегорела. Но это было уже дольше, чем в Коля. Это намного круче. Это радует. Так, ну давайте снимем лампочку. Пузырей там до хрена. Мне кажется, из этого можно было сделать какой-то ночник. А теперь давайте заменим ее на новую лампочку и новую жидкость. А следующая жидкость это ополаскиватель для рта. Мы любим такие жидкости пихать в наши разные ролики. Но эта жидкость отличается от прошлых тем, что здесь есть ментол. И еще какие-то другие слова в составе. Давайте зальем в стаканчик. Все, я стал лучше дышать. У нас прям прочистился сразу же. Вкручиваем лампочку. Насколько я знаю, в некоторые ополаскиватели добавляют спирт. Вдруг нам повезет. И у нас он тоже есть. И от этого лампочка будет гореть еще лучше. Не знаю, посмотрим. Заливаем. Все. Слушайте, ну лампочка голубого цвета выглядит очень прикольно. Я такой еще ни разу не видел. Как вы помните, в жидком мыле лампочка горела намного дольше, чем в Кока-Коле. Но будет ли выполаскиватель для рта, она работает дольше, чем в жидком мыле. Прямо сейчас напишите внизу в комментариях. А мы сейчас это узнаем. Потому что мы готовы. Раз. Два. Три. Что это? Ребята, слушайте. Она очень сильно вспенилась. И пружинка, которая внутри, она отошла. Но лампочка почему-то все равно работала. Давайте ее еще и расключим. Включаем. Еще раз включим? Давай. Давай. Мне это скажет, что разу страшнее становится. Раз, два, три. Слушайте, мне кажется, это связано с тем, что в ополаскиватель находятся какие-то соли. А как вы знаете, есть такие ролики, где перемешивают воду с солью, выливают на дерево и выжигают какие-то узоры. Скорее всего, здесь вот это и присутствует. Но мы ничего не выжигаем. Честно говоря, я не ожидал, что она настолько долго будет работать. Да она все еще работает. Не светит, конечно, но работает. Я уже даже не знаю, что ожидать от следующей жидкости, но давайте перейдем к ней. Так, снимаем лампочку. О, слушайте, она горячая. Капец, мне кажется, еще немного мы выскипятили ополаскиватель. А следующий, ребята, это антисептик. Судя по составу, здесь не указано, сколько вообще спирта есть. Но он есть. Давайте по запаху. Его очень много, поверьте мне. Давайте зальем в стаканчик. Мы уже сразу выкрутили лампочку. Давайте ее заполним антисептиком. Наполняем. Заливаем. Ребята, ну что, мы готовы. Но мне кажется, что она может сильно бахнуть, потому что там же спирт. А спирт горит. И мне кажется, может что-то непоправимое произойти. Поэтому надеваем маску и включаем. Отводим подачу. Дальше тут некуда. Ну что, раз, два. Три. Оно горит. Что? Она горела. Вы видели? Она капец долго горела. Я думал, все. Я думал, ее оставить и подойти. Посмотреть, как она круто горит. Но нет, ребята. Она все-таки перегорела. Но могу сказать, что ее жизнь длилась гораздо дольше, чем у остальных жидкостей. Но у нас в запасе есть еще одна жидкость. Хе-хе. Будет интересно. Ну а последнее на сегодня это подсолнечное масло. Мы его зальем заранее, включим лампочку. Но перед этим хочу сказать. На канале Life Today помимо воды они заливали в лампочку еще и подсолнечное масло. Но почему-то она у них вот так вот по щелчку перегорала и все. Хотя если вспомнить старый ролик Мамикса, где он в масло погружал разные электроприборы, которые по итогу работали, то получается это тоже должно работать. Но почему-то на канале Life Today все перегорало. Я не знаю почему, может у них масло было неправильное. Но мы взяли вот такое вот нерафинированное подсолнечное. Давайте узнаем, что будет. Заливаем. Кстати, ребят, если вы заметили, что все жидкости, которые были сегодня абсолютно разного цвета, ставьте лайк. Ну а мы набираем шприц масла и заливаем в лампочку. Ух ты, как тяжело. Что это? Лично я убежден в том, что это должно работать. Почему-то техника в масле работает, там же тоже электричество. А лампочка тут перегорит, по-моему это вред. Мне кажется, все должно работать. Я уверен, что она горит будет долго и счастливо. Давайте включим. Ну что, ребята, насчет 3, пишите в комментариях, будет она работать или нет. Я включаю. Раз. Два. Три. Ребят, что-то я вообще ничего не понимаю. Почему техника работает? То есть просто так. Включаешь телевизор в масле? Пожалуйста. Включаешь ноутбук в масле? Пожалуйста. Но лампочку включаешь. Нет. Не хочу. И все. Не работает это. Я не знаю, как это объяснить. Почему? Почему она перегорает? Она даже в антисептике горела очень долго. Я думал, все, я могу оставить розетку. Спокойно стоять, она будет гореть. Но нет. Блин, ребят, я сегодня лично узнал о том, что антисептик поддерживает горение лампочки. Хотя, может быть, нам просто не повезло с лампочкой. Она же горела очень долго. Но если вы хотите увидеть еще одну часть с лампочками, напишите внизу в комментариях какие-нибудь жидкости. Мы прочитаем все комментарии и выберем самые необычные. Ну а выйдет или нет вторая часть, зависит только от вас. Поэтому ставь лайк, подписывайся. Всем пока.